Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Лирические приключения закончились уголовным делом. В Махачкале полицейские задержали преступную группу, которая занималась закладкой наркотиков. Поясните, пожалуйста, в связи с чем вы доставлены в здание наркоконтроля? За закладкой. За закладкой чего? Янткой. Конкретнее название? Геренька. Поддержать боевой дух военных и помочь беженцам. В Махачкале готовят к отправке гуманитарной помощи, а в Кайкенте собирают посылки для дагестанских контрактников. Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Мой прадедушка Адул-Азин в далеких 40-х годах защищал город Керчь от фашистов. И сегодня, если бы я был постарше, пошел бы по его стопам и боролся бы против нацистов, защищая украинских детей. Они говорят, что у погоды нет плохой погоды. Сегодня в России отмечается День работников гидрометеорологической службы. 23 числа. Это Всемирный день метеорологии и День работы гидрометеорологической службы. Всех наших дагестанцев, всех наших ветеранов, пружинников гидрометеорологической службы, работающих, которые отдыхают. Поздравляю с профессиональным праздником. Мира, добра, здоровья, благополучия, процедания и хорошей погоды на сголу и всегда. Каспийский дворец спорта Поставку товара из соседнего региона. Подозреваемая и двое ее подельников закладывали наркотики в разных частях города и через мессенджер занимались реализацией. У задержанных полицейские обнаружили более 500 капсул сильнодействующего препарата, подготовленного для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Как давно занимаетесь вы этим бизнесом? Ну, полгода, год. Я же точно дату. Главное управление МЧС России по Дагестану информирует жители республики о временном ограничении движения через Гимринский тоннель. В связи с проведением тактико-специальных учений по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. 24 марта. С 11 до 12 часов дня проезд через Гимринский автодорожный тоннель будет закрыт. Спасательное ведомство просит водителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. В Дагестане до конца 2023 года 46 километров автодороги Кавказ реконструируют под четырехполосное движение. Расширение загруженных участков проведут близ населенных пунктов Хасавюрт, Каркмаскала, Учкент, Избербаш и Маметкала. К работам приступят уже в апреле этого года. Также для жителей прилегающих поселков благоустроят 25 автобусных остановок, проложат пешеходные дороги и установят ограждения. Цель федеральных дорожников – увеличить пропускную способность трасс и повысить уровень безопасности участников дорожного движения. Махачкала присоединилась к республиканской акции гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республик. В данный момент идут подготовительные мероприятия. На один из пунктов сбора грузов пришел и мэр Махачкалы Салман Дадаев. Как идут сборы и кто принимает в них участие, узнавал мой коллега Карим Даниев. В Махачкале пункт приема гуманитарной помощи работает всего неделю, но уже заполнено несколько складских помещений. Неравнодушные горожане приносят предметы первой необходимости и оставляют пакеты с вещами у дверей пункта сбора. Здесь предметы личной гигиены, постельное белье, полотенце, бытовая химия, а также одежда для взрослых и детей. Накануне Салман Дадаев лично прибыл на склад, чтобы посмотреть, как собирается и готовится к отправке гуманитарная помощь от махачкалинцев. Республиканский гуманитарный конвой будет собран, так как мы в рамках инициативы главы республики это организовываем. Получается, мы готовы влиться в их конвой в составе двух машин. Мы должны будем в случае необходимости там поторопить, наоборот, со складу не задержать, не забирать, подгонить к тому времени, когда будет республиканский конвой выезжать. Все, понял. К этой отправке вместе, единым строем туда едем. Как оказалось, помощь поступает от жителей многих муниципалитетов республики. Мальчик из селения Костек Хасавиртовского района написал письмо сверстникам из Донбасса о том, что он ждет их в гости и уверен, что вместе они справятся с любой задачей. Помимо такой гуманитарной помощи, Солом Акадеевич, еще прикладываясь, тут у нас пишут дети письма поддержки, отправляют буквально вместе с гуманитарной помощью такие слова поддержки, причем это инициатива детей, личная. Пишут слова поддержки, пожелания скорейшего завершения конфликта военного на территории Донбасса и Луганской народных республик. Скорее мы вместе. Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Мой прадедушка Адул-Азим в далеких 40-х годах защищал город Керчь от фашистов. И сегодня, если бы я был постарше, пошел бы по его стопам и боролся бы против нацистов, защищая украинских детей. На сегодня я ребенок и моя миссия принять вас у себя дома и оказать поддержку. Мы ждем вас, будем одной большой семьей. Все будет хорошо, мы вместе. Очень трогательно. Да, очень трогательно, конечно. На самом деле, осознание детьми происходящих процессов, важности, поддержки друг друга. Это же на самом деле, это же у нас в генетическом коде. Глава города выразил благодарность всем, кто подключился к акции. Карим Даниев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Социальные работники Каякинского района приняли участие в акции «Посылка от мамы». Как сообщили в Министерстве труда и соцразвития, в рамках этой инициативы удалось собрать более 80 тысяч рублей, на которые приобрели продукты, медикаменты, средства личной гигиены и предметы одежды. 35 ящиков гуманитарного груза направили военнослужащим из Дагестана, участвующим в спецоперации на территории Украины. Также в посылки были вложены письма с добрыми пожеланиями для поддержания боевого духа. Метеорологи не только предупреждают нас о капризах стихии. Нередко прогнозы погоды спасают жизни людей. 23 марта метеорологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник. А в России это еще и день работников гидрометеорологической службы. Почему у природы не бывает плохой погоды, выяснял у синоптиков моя коллега Малика Курбанова. Ей слово. В конце места температура повисится повсеместно на градусах 5-6. Осадка в основном будет умеренно слабее. Таких сильных аномалий не ждем. Метеоролог как часовой ни на минуту не покидает свой пост и отправляет данные со станции в головной гидрометцентр. Сбор и обработка информации происходит на понятном только им зашифрованном языке. Единый международный язык метеорологии – цифровые коды. В студенную зиму, в знойную жару, при любой погоде они собирают урожай из цифры наблюдений. За количеством выпавших осадков, ветром, влажностью и других параметров, определяющих погоду на завтра. В настоящее время Дагестанский СГМС проводит метеорологические наблюдения. Это 20 метеостанций, это 3 агрометпоста, 1 метеопост. В том числе 2 труб доступных. Это на ледниках, на Богорском крепке, Слак-Сега-Горний. И второй на острове Тюлени, Песчаный. Проводится гидрологическое наблюдение. Это на реках в настоящее время 27 гидрологических постов. На всех реках охвачено на юге Самур, Слак, Аварское Кайсо, Антийское Кайсо, Каракайсо, Казикумусское Кайсо и Терек. Кроме того, проводится интенсивность Солнца, то есть гелионаблюдение. Это тоже где-то около 15 станциях. Кроме того, проводится еще так называемое актинометрическое наблюдение. Отсюда, с центра бывшего Портпетровска на горе Анжиарка, в 1862 году. Здесь появилась первая метеостанция и со дня основания ни разу не меняла место жительства. 20 лет спустя она обрела статус государственный. И с тех пор сюда поступает информация из других станций, расположенных на территории республики. Однако первые наблюдения за погодой, состоянием моря и рек проводились еще во время морских экспедиций и военных походов Петра I в 1722 году. И карты составлялись вручную. Сегодня все погодные параметры фиксируют на компьютере. И для связи со специалистами на местах используют телефоны. Радиоприбор, испытанный временем связной с труднодоступными станциями, куда еще не добрались современные технологии. У нас 18 станций. Каждые три часа приходит фактическая погода с 18 станций и четырех постов. Сегодня профессия метеоролога редко пользуется спросом у молодежи. Отсюда и проблема нехватки кадров. И работать здесь совсем непросто. Нужно уметь программировать, обладать аналитическим мышлением и давать правильные прогнозы. Других не терпит, потому и приходят сюда. По зову сердца, как говорится, сама профессия выбирает человека. Метеорологи Дагестана еще раз напоминают – у природы нет плохой погоды. Далее краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», которые подготовили мои коллеги, а затем продолжим. Не переключайтесь. Верховный суд Дагестана восстановил в должности главы Шамильского района Магомеда Гасанова. Судьи признали незаконным решение о его временном отстранении. В сообщении говорится, что суд прежней инстанции не имел достаточных оснований для того, чтобы лишить Гасанова полномочий руководителя муниципального образования, поскольку эпизод с земельным участком не был связан с его работой на посту главы. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в Каспийске. Такое решение было принято по результатам прокурорской проверки. Напомню, с 19 по 21 марта 20 детей микрорайона Кемпинг были доставлены в болицу с симптомами острой кишечной инфекции. Все они пили сурую водопроводную воду. Больше всех в Дагестане получают чиновники. Государственная служба – самая высокооплачиваемая отрасль в республике. Средняя зарплата в этой сфере в прошлом году составила 43 тысячи рублей. Такие данные приводит исследовательское агентство РИА Рейтинг. При этом в России всего 15 регионов, где занятость на госработе позволяет получать хорошие зарплаты. Примечательно, что в этом списке оказались все субъекты СКФО. Депутатам Государственной Думы политической партии «Единая Россия» запретили выезжать за границу. Это возможно только с разрешения главы фракции. Напомним, руководителем единороссов в Нижнем парламенте РФ является бывший глава Дагестана Владимир Васильев. Теперь именно с его разрешения однопартийцы смогут или не смогут покидать пределы страны. И в завершение выпуска немного о спорте. Волейболисты ДГУ выиграли чемпионат студенческой волейбольной лиги России. Финал соревнований завершился накануне в городе Иваново. В главном этапе сошлись шесть лучших вузов страны. Встречи проходили по круговой системе, где мужская сборная ДГУ обыграла всех своих соперников. Вслед за ними в призовой тройке расположились команды Ивановского технологического университета и Пензенского института архитектуры и строительства. Аскар Аскаров проведет претендентский бой в UFC. Дагестанский боец выступит в ближайшее воскресенье на турнире лиги в США. Оппонентом Аскарова станет представитель Новой Зеландии Кайкара Франс. Этот поединок станет для 29-летнего Хасавюртовса пятым под эгидой американского промоушена. На его счету три победы и одна ничья в UFC. Всего в активе спортсмена 13 побед при нулевом показателе в графе о поражении. В случае победы в бою Аскар Аскаров станет главным претендентом на пояс чемпиона в наилегчайшем весе. Вход для зрителей будет свободным. Каспийс готов принять первенство России по вольной борьбе среди юниоров. Соревнования среди спортсменов до 21 года посвятят памяти героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. В ходе итогового заседания уркомитета было отмечено, что в Дагестан съедутся порядка 400 борцов из 30 регионов России. Соревнования в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева стартуют завтра, 24 и продлятся по 27 марта. Самым представителем состава на первенстве выступит сборная Дагестана. Хозяева Капра представят свыше 60 спортсменов. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok